Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска 1.5 на механике Пробег на автомобиле 168 тысяч километров Сегодня на нем я заменю передние стойки, и левую, и правую Устанавливать буду стойки фирмы Triale Для этого поднимаю автомобиль снимаю оба колеса и откручиваю стойки Поднял автомобиль, снял колеса Немножко почищу резьбу Забрызгаю ВДшкой Ключиком на 12 откручиваем кронштейн тормозного шланга Ключиком на 10 откручиваем кронштейн провода на датчик АБС Головкой на 17 оставляем оба болта крепления стойки Забрызгаю 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 Ключиком на 12 октября Датчик АБС Ключиком на 10 обзор Ключиком на 12 октября Ключиком на 15 минут � и также второй теперь откручиваем сверху чашку головкой на 19 ослабляем центральную гайку я ее ослаблю до того момента, где капроновое кольцо в гайке выйдет с резьбы брызну резьбу маленько и ослабляю ключиком на 12 лучше возьму шестигранную головку и откручиваем их сорвались дальше уже пошли нормально а теперь вытаскиваем стойку и 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 вот и все сейчас стягиваем ее стяжками стянул я стяжками пружину откручиваю гайку снимаю опору также снимаю пружину вместе с чашкой снимаю пыльник с отбойником ну и видно даже невооруженным взглядом я спокойно и одной рукой двигаюсь без особого усилия амортизаторы слабые машина уже болталась на дороге газа нет они уже не выдавливаются поэтому меня снимаю снизу пружин под пружиной шайбу резиновую переставляем ее сейчас почищу и переставлю на новую стойку как и говорил стойки фирмы триале правая стойка идет аг 08352 а левая будет аг 08351 так Снимаю скобу и прокачиваю 5-6 раз стойку вниз до конца, вверх до конца. Она даже с газом идет от руки тоже. Но ее еще помимо этого газ выталкивает. И вот с каждым качком вниз она идет все туже и туже. Для чего это делаем, чтобы выгнать воздух из масла. Все, можно собирать. Устанавливаем на место пыльник. Ставлю прокладку снизу. Ставлю прокладку снизу. И устанавливаю пружину. И уже после этого ставим опору. Закручиваем гайку. Пружину снизу и пружину сверху подводим к выступу вот этому. И ослабляю стяжки. Закручиваем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После такой замены автомобиль сразу становится абсолютно другим на дороге, в управлении. На нем приятно ездить. Идем устанавливаем. Я сверху резьбы сейчас сбрызну. Медной смазкой. Все, стойку я завел на место, наживил одну гайку, наживляем остальные, поднимаем автомобиль и уже собираем снизу. А сверху мы потом подтянем опору и подтянем центральную гайку. Также смажу сразу резьбы, где у нас кронштейны встанут, шланга и провода. Смазываю болты на переднюю стойку. И заводим переднюю стойку в цапфу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Надо будет обязательно проверить развал схождения. В следующей серии. Все затягиваем сверху. Эти болты сильно не затягиваются. Поэтому я беру специально короткий рычаг, чтобы не поотрывать шпильки. Кто-то скажет, что надо использовать динамо. Да, надо. Но я его использую не так часто. Я больше доверяю своей руке, чем динамо. Сейчас подтягиваем. А когда будем затягивать, снизу рукой будем держать чашку, чтобы она не проворачивалась. Я подтянула. Теперь снизу рукой я придерживаю чашку. Просто почувствовать, как она... И все. Устанавливаем заглушку. Аналогичным образом меняем вторую сторону. Потому что стойки лучше всего менять в паре. По одной не менять. Работают они потом некорректно. И на этом в замену передних стоек я закончил. Всего вам доброго.